Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. И вот о чем мы готовы рассказать вам к этому часу. Охватили все аспекты жизни региона. Пресс-конференция Николая Меркушкина длилась несколько часов. Встретились триумфом. Расписание международного аэропорта Курумыч пополнилось новым рейсом. Прокатиться, как по маслу, главную дорогу в Прибрежном отремонтировали большими картами. И так будет с каждым злостным неплательщиком штрафов грозит лишение прав на срок до года. Праздники не за горами, как Самара отметит День России. О самых важных аспектах в жизни региона рассказал журналистом губернатор Николай Меркушкин. Большая пресс-конференция длилась около трех часов. Одной из главных тем стала встреча главы региона с президентом страны в Москве. Марина Кравцова записала тезисы. Встреча главы региона с главой государства прошла очень продуктивно. Владимир Путин лично рассмотрел обращение от Самарской области. Так регион получит кредиты прямые субсидии на завершение строительства станции метро Алабинская. На будущем мы полностью эту тему закроем и откроем улицу Новосадовую. Отремонтируем и откроем. Также продолжится реконструкция Самарской набережной. Ее продлят еще на километр. Глава государства одобрил и смену подрядчика для строительства стадиона Самара-Арена. Компания из Татарстана заявила, что не уложится в сумму, названную федеральной экспертизой, а это больше 17 миллиардов рублей. За эти деньги со строительством прекрасно справятся самарские компании. Возможно, новым подрядчиком станет одна из тех, что уже работают на стадионе в качестве субподрядчиков. Около полутора месяцев понадобится, чтобы правительство страны приняло решение о смене подрядчика. Но останавливаться стройка не будет ни на день. Подрядчики принимают решение правительства Российской Федерации напрямую. У нас есть подрядчики в Самаре, самарские, которые за эту цену готовы стадион построить. По стоимости стадион по стоимости из шесть строящихся стадионов, он пятый. Также на федеральном уровне поддержат строительство скоростной железнодорожной линии Самара-Курумыч-Тольятти, в создании которой готовы участвовать инвесторы из Китая. Предполагается, что поезда будут развивать скорость не меньше 180 км в час, а значит доехать от Самары до Тольятти можно будет за 40 минут. Губернатор рассказал, что полностью изменится и ботанический сад в Самаре. На его реконструкцию выделят деньги из федерального бюджета. Это решение было принято, когда в Самаре был министр образования России Дмитрий Ливанов. Ботанический сад должен стать таким, который бы украсил не только новый университет, украсил во всех отношениях. Ну и был для города таким знаковым местом. Не остается без внимания и тема детских садов. Хотя сейчас очередей в Самарской области нет, но из-за роста рождаемости необходимость в новых садиках и дополнительных местах тоже будет расти. И детские сады продолжат строить. В центре внимания и крупные предприятия региона. Так продолжится поддержка автоваза. Второе дыхание дадут и заводу «Авиакор». Рассматриваются вопросы, чтобы предприятие занималось модернизацией самолетов, а также строительством дирижаблей. Глава региона отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, отказываться от строительства запланированных социальных и спорт объектов в регионе не будут. Марина Кравцова, Константин Головин. События. На следующей неделе будет объявлено начало избирательной кампании 2016. 18 сентября в единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, шести глав регионов и депутатов ЗАГС Собраний в 38 субъектах. 450 депутатов Госдумы будут избирать по одномандатным округам и по спискам партий. В Самарской области порядка 2,5 миллионов избирателей. Зарегистрированы 1760 избирательных участков. На предстоящих выборах нельзя будет проголосовать досрочно. Будет действовать Институт открепительных удостоверений. Всего на регион подготовят ограниченное число таких удостоверений 45 тысяч. Ужесточатся требования к аккредитации журналистов во время выборов. Ее нужно провести за месяц до выборов. Заранее необходимо предоставить списки наблюдателей на участке. Новшество этого года удалить наблюдателя с участка можно будет только по решению суда. Это способствует чистоте прозрачности выборов. Я думаю, что теперь просто так какие-то недобросовестные члены участковой комиссии не смогут убрать мешающего им в кавычках наблюдателя, который не то что мешает, а следит за законностью, который хочет видеть, как производится подсчет, требует, чтобы подсчет голосовки и вообще вся процедура голосования проходила в строгом соответствии с законом. Да, такие люди иногда раздражают, что греха таить. Бывали такие случаи необоснованных удалений. В прошлые избирательные циклы мы вмешивались в эти ситуации, но теперь этому поставлен такой надежный законодательный заслон. Встретили с триумфом. Расписание международного аэропорта Курумыч пополнилось новым рейсом Самара минеральные воды. Летать будет саратовская авиакомпания, у которой в распоряжении самолеты новейшего семейства бразильской компании «Имбраер». Этот маршрут для Самары легендарный, с него началась история пассажирских авиаперевозок в Куйбышеве. Марина Кравцова увидела уникальную традицию летчиков – пропускать самолет первого рейса через триумфальную арку. Желто-оранжевый красавец заходит на посадку. Чуть больше двух часов полета из минеральных вод. В Самаре полная готовность к торжественной встрече. В небо взмывает водная арка. Синхронные фонтаны создают две пожарные машины. Самолет проезжает под аркой. Так во всем мире встречают новые рейсы. В Самаре своеобразную инаугурацию проводят в третий раз. Мы, так сказать, на ура приняли эту традицию. Она, в общем-то, достаточно симпатичная. Мы интересуемся, скажем, подобными вещами, происходящими в аэропортах европейских, мировых. Нам всегда это интересно. Настоящую красоту создать могут только настоящие профессионалы. И сотрудники нашего аэропорта – одни из лучших. Первая Самарская арка, которой несколько лет назад встречали новую иностранную авиакомпанию, прославила Курумыч на весь мир. Фотография этой арки, вот это видео, которое, естественно, было размещено в интернете, оно попало в европейский рейсинг водных арок. Там были аэропорты Будапешта, аэропорты Парселоны, если не ошибаюсь, какие-то азиатские крупные аэропорты. И, собственно, мы были на восьмом месте по эстетике, по красоте. По маршруту Самара-Минеральные воды и обратно полеты будут выполняться еженедельно, по воскресеньям, на самолетах бразильского происхождения. Это одна из самых современных моделей. Этого рейса очень ждали, делится семья Салембереевых. К родственникам в Минводы летают каждый год. Раньше приходилось делать пересадку в Москве. Теперь перелет с маленькими детьми будет гораздо комфортнее. Два часа в полете, 20 минут, ты уже на месте в Минеральных водах. Конечно, это очень удобно. С этого лета не через Москву, а через Самару на курорт будут летать и жители других регионов. Среди пассажиров первого рейса – жители Ульяновска. Самара-Минеральные воды. Рейс не то, чтобы новый. Он легендарный, можно сказать, исторический. 55 лет назад, в мае 1961 года, первый самолет, который вылетел из Куйбышевского аэропорта, успешно приземлился в Минеральных водах. И вот оно, триумфальное возвращение рейса. Теперь из Самару в Минводу будут летать вот такие жизнерадостные ярко-желтые эмбраеры. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. И так будет с каждым. Инспекторы ДПС устроили рейд по должникам. Уже почти полгода действуют новые поправки в федеральный закон. По ним злостным неплательщикам штрафов грозит лишение прав на срок до года. Как исполняется новый закон, увидел наш корреспондент. Думал, повезет и на этот раз. Но удача отвернулась. Приору тормозит инспектор ДПС. Выясняется, что водитель штрафов накопил больше 10 тысяч. Говорит, оплатить их вовремя денег не было. А долг тем временем рос. Инспекторы составляют протокол. Информацию о нарушителе передается судебным приставом. Даже если все штрафы должник погасит, это не освобождает его от ответственности за нарушение федерального закона. Новая статья действует с начала этого года. За долги свыше 10 тысяч рублей по алиментам, компенсациям и административным штрафам грозит временное лишение водительских прав. Мировыми судьями может быть назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов, либо лишение специального права управления до 12 месяцев. Сейчас в Самаре зарегистрировано 135 водителей с крупными долгами, которые не имеют права садиться за руль. Андрей Трой, Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. Полвека без ремонта и вот оно, преображение в Прибрежном. Главную дорогу поселка отремонтировали большими картами. Полотно заменили полностью. Жители Прибрежного давно ждали, когда же и к ним придет дорожный ремонт. Результаты даже превзошли ожидания. Такого ровного пути здесь и не помнят. Марина Кравцова сравнила, как было и как стало. Совершенно иной вид. Приобрели больше 50 тысяч квадратных метров главной дороги в поселке Прибрежный. Как говорят жители, за 55 лет с момента образования поселку дорогу эту ни разу не ремонтировали так масштабно. Эти съемки сделаны чуть меньше месяца назад. Как завернул и понял, что дороги нет. И вот они, разительные перемены. Прохожие и автомобилисты приятно удивлены. Несмотря на трудности чемпионата мира, каждый рубль идет по правильному направлению. Изыскали и сделали такую прекрасную дорогу. Мне до сих пор кажется, это невозможно, что у нас такие хорошие дороги становятся. Сейчас буду ехать и не буду объезжать какие-то ямы. Ремонтировали большими картами. Сняли старый асфальт, уложили новый. Высокого качества. Гарантия на объект в два года. В составе данного асфальтобетона применяется щебень высокой марки, которая более износостойкий. Далее данный материал, который применяется в данном асфальте, проходит лабораторный контроль жесткий как с нашей стороны, так и со стороны службы заказчика. Дорога эта соединит поселок с трассой М-5. С работой подрядчики справились быстро, трудились круглосуточно и без выходных. Всего же в этом году в Самаре большими картами отремонтируют около 960 тысяч квадратных метров дорог. Из городского и областного бюджетов на эти работы выделили больше 270 миллионов рублей. Кроме того, ожидается, что еще 400 миллионов рублей придут из федеральной казны. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Образцовые газоны в отдаленных районах города в Самаре привозят в порядок участки между домами и дорогами. Эти территории не обслуживают ни управляющие компании, ни дорожные службы. Заботу о них берут на себя районные администрации. Как это происходит в советском районе, расскажет Марина Матвейшина. Триммер влево, триммер вправо, и вот уже сорняки склонили головы. За день бригада газонокосильщиков в советском районе расправится с травой на нескольких десятках квадратных метров. Местные жители жужжания триммеров воспринимают как музыку. Территория запущенная превращается в ухоженный газон. Хорошее дело, конечно. Ну, красиво будет. Эстетика самая важная, я считаю. Чтобы она больше не разрасталась, я так думаю, красивый вид, чтобы было. Периодически только убирает мусор, чтобы большого не было. Косить траву будут несколько раз за летом. Как только растительность достигнет 15 сантиметров, газонокосильщики тут как тут. Срежут и не пожалеют. Мусор будут подбирать гораздо чаще, по мере надобности. Особое внимание района и администрации к так называемым незакрепленным территориям. Это территория, у которой нет обслуживающей организации. То есть это придомовая территория, не подходит под придомовую территорию. То есть отдаленность от дома мы не можем это закрепить за управляющей организацией. И в то же время это не можно закрепить за какой-то специализированной организацией, которая отвечает за придорожный газон. Таких территорий, которые не относятся ни туда, ни сюда, в советском районе 200 тысяч квадратных метров. Заботу о них берет на себя районная администрация. Раньше эти участки были в ведении города. Теперь же за частотой на них следить проще. В районе лучше знают, где требуется навести порядок. Марина Матвейшина, Максим Гусев, События. Скоро в школу. Чтобы учиться детям было не только интересно, но и комфортно. Летняя пора для взрослых проходит в делах и заботах. Здание ремонтируют, спортплощадки строят, учебники закупают. О подготовке к новому учебному году говорили и на совещании в мэрии. Тезисы записала Марина Матвейшина. Пока дети отдыхают на каникулах, школа живет насыщенной жизнью. Во всех образовательных заведениях города к новому учебному году ведут текущий ремонт. А 8 школ будут ремонтировать капитально. На это из городского бюджета выделили 11 миллионов рублей. Большое внимание уделяется и обеспечению пожарной безопасности. Формируется библиотечный фонд. Учебники закупают за счет области из расчета 650 рублей на ребенка. Эта работа идет под контролем городского департамента образования. Библиотеки ежегодно пополняются новыми фондами учебной литературы. Она сохраняется и все меньше денег ежегодно родители тратят на приобретение учебных пособий из личных средств. Работа это очень такая кропотливая, важная. Она заключается в том, чтобы библиотеки не повторили бы фондовые перечни, либо не заказали бы учебник, не соответствующий, скажем, программе. В нескольких школах строят универсальные спортивные площадки, как за счет бюджета, так и на деньги инвесторов. Уже существующие спортивные снаряды приводят в порядок. В 108 школе отремонтируют бассейн. В связи с рекомендациями губернатора развивать в школах техническую направленность, 11 школ скупают комплекты для занятий робототехникой. За подготовкой к учебному году нужно и о летнем досуге детей не забывать, отмечает глава города Олег Фурсов. Своим подчиненным он поручает взять шефство над определенным летним лагерем и регулярно его инспектировать. За каждым лагерем должен быть закреплен заместитель мой. Значит, кто туда не доехал, обязательно нужно доехать. Ваша задача, как и в прошлом году, статистику тех недостатков, на которые нужно обратить внимание, их ликвидировать. Мы с вами обсуждали, даже была какая-то памятка у нас, кажется, по прошлому году. Значит, в течение этого года, в течение этой недели, коллеги, надо проехать по подведомственным лагерям, посмотреть, вмешаться в ситуацию при необходимости и Лили Викторовне доложить, что там все нормально. После каникул в школах будут учиться почти 110 тысяч человек. Скомплектовано более 4200 классов, что на 100 больше, чем в прошлом году. В этом учебном году откроется самая большая школа в городе, в Крутых Ключах. Уже сейчас она полностью укомплектована учениками. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, события. В воскресенье главная площадь Самары станет центром торжеств, посвященным Дню России. Начнутся они днем и продлятся до позднего вечера. Жителям обещают грандиозный концерт с участием столичных артистов и насыщенную программу. На площади будет работать свыше десятка тематических площадок. Ожидается, что гостями праздника станут не менее 50 тысяч человек. О том, что еще ждет самарцев в День России, знает Алина Чемерес. В этом году торжества на День России посвящены сразу четырем юбилеям. 55-летию первого полета человека в космос, 165-летию губернии. 430 лет исполняется со дня рождения города и 75 с тех пор, как Куйбышев получил статус запасной столицы. 12 июня с двух часов дня на главной площади города будут работать 15 тематических площадок. Детская, спортивная, уголок Дома дружбы народов. Показать себя намерены и предприятия ведущих отраслей самарской промышленности. Жители ждут поистине космические впечатления. В этом году у нас впервые будет развернута на территории площади уникальная экспозиция, создание которой примет участие не только музей Самары Космическая, но и ЦСКБ «Прогресс», СНТК имени Кузнецова, которые приведут туда реальные действующие экспонаты, модели, в том числе побывавшие в космосе. Музыкальная программа тоже обещает быть грандиозной. Начнется она в пять часов вечера с выступлений детских коллективов. Творческую эстафету подхватят самарские артисты. Волжский народный хор, дуэт «Баян-микс» в гости ожидают и столичных исполнителей. Мы приглашаем к нам в Самару и далее уже согласие приезжает певец-маршал с концертной программой. Затем завершится весь этот блок группой кипелов. В половине одиннадцатого начнется зрелищное лазерное шоу. С помощью световых эффектов перед жителями возникнут главные символы Самары. Монумент славы, знаменитый штурмовик Ил-2, здание железнодорожного вокзала. Завершатся торжества фейерверком. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Число травм на производстве в Самаре снизилось на 15%. Во многом это заслуга специалистов по охране труда, которые отметили профессиональный праздник. Тематические площадки, дефиле в спецодежде, показательные выступления спасателей. Торжества прошли в парке Победы. Что делает труд безопасным, расскажет Алина Чемерис. Мода для сварщиков, строителей, медсестер. Это дефиле особенное. Спецодежда на производстве – один из важнейших факторов безопасности. Ткань, способная защитить от ожогов и травм, для удобства кармана и молнии. В такой экипировке хоть в огонь, хоть в воду, хоть в лес. Здесь есть ограничения, вот эти вот полочки на штанах, на рукавах и на юбке куртки. То есть клещ, когда ползет вверх из травы, он здесь останавливается. У нас берут их лесники, кто валит лес. В основном вот они работают в этих костюмах. Очень удобно. Чтобы труд был на пользу, а не во вред, все должно быть в норме. Уровень радиации, загазованности, освещенности. Проверку компании проходят регулярно. Для этого существует специальная техника. У меня в руках шумомер с этим прибором. Специалисты раз в пять лет приходят на любое производство, где есть источник шума. Им могут быть танки или машины. Нормой считается 80 дБ. Все, что выше, это уже вредные условия труда. Сейчас проверим. Здесь в парке до 80 не доходит. Мы работаем в безвредных условиях. Специалисты по охране труда сегодня есть в каждой организации. Лучшим из них на праздники вручили памятные награды. Сегодня, по данным Международной организации труда, в мире каждые 15 секунд умирает человек, получивший травмы на производстве. В год тех, кого в буквальном смысле сгубила работа, около 2,5 миллионов. В Самаре в 2016 травматизм на предприятиях снизился почти на 15 процентов. Жизнь и здоровье каждого человека – это, безусловно, главная ценность в современном развитом обществе. Охрана труда – это часть большой корпоративной культуры. И именно забота о сотрудниках, она сплачивает коллектив и позволяет добиваться высоких коммерческих производственных достижений. На празднике, посвященном охране труда, свои площадки представили десятки предприятий. Здесь же – те, чья служба наиболее опасна и трудна. Сотрудники МЧС устроили выставку пожарной техники, а спасатели продемонстрировали эвакуацию людей с высоты. Алина Чемерис, Константин Головин, События. А теперь коротко о других темах дня. 8 июня суд вынесет приговор трем самарским блогерам. Напомним, Дмитрий Бегун, Олег Иванец, Наталья Миронова, Умярова оказались на скамье подсудимых по обвинению в вымогательстве трех миллионов рублей у директора ООО современной медицинской технологии Сергея Шатила. Блогер Дмитрий Бегун на допросе заявил, что виноват лишь в том, что озвучил цифры, и между блогерами и Шатила были обычные коммерческие отношения. Ташкентскую отремонтируют почти за 800 миллионов рублей. Сначала подрядчики возьмутся за преображение участка от больницы Середавина до Демократической. Там проведут работы по переустройству коммуникации, теплосети, водопровода, канализации. Дорогу сделают шире и укрепят. Кроме того, на этом участке улицы появятся новые бордюры, пешеходные ограждения, 10 трамвайных остановок, 60 скамеек, новые деревья. Затем такие же работы выполнят на участке Ташкентской от Демократической до Солнечной. В Самаре 10 и 11 июня организуют сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести продукцию местных производителей по доступным ценам. Ярмарки будут по адресам пересечения Пугачевского тракта с улицы Нефтяников, на Московском шоссе, в Костромском переулке и в поселке Мехзавод. Также в субботу 11 июня будет организована предпраздничная торговля в Ленинском районе на перекрестке Владимирской и Коммунистической. Время работы с 9 утра до 6 вечера. В Самаре определяют сроки и объемы ремонта памятника Ленину на площади революции. Обследованием повреждений сейчас занимается специализированная организация, которая имеет право работы на объектах культурного наследия. Напомним, в мае турист из Перми пытался взобраться на монумент, но не удержался. В результате плита постамента обрушилась ему на ногу и отрубила два пальца. Путешественника госпитализировали в Самарскую больницу. Работы по устранению последствий инцидента будут выполнены за счет муниципалитета. В Красноглинском районе Самары установили большой футбольный мяч. Его поставили рядом со стадионом Чайка в поселке Управленческий. Фигурный куст посвящен грядущему чемпионату мира по футболу, матчи которого в 2018 году пройдут в Самаре. Напомним, помимо мяча в Управленческом планируют установить фигуру пианино из цветов и скамейку влюбленных возле ЗАГСа. Внести свое лепто в появление новых фигур, скамеек и озеленение территории может любой желающий. Новости спорта в эфире и я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы Капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тагир Хайбулаев выиграл Кубок Европы под дзюдо. Иван Матюшенко серебряный призер чемпионата Европы по армрестлингу. Самарские вертолетчики выиграли 10 медалей на чемпионате по Волжье. Четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали самарские вертолетчики в поселке Дубки Саратовской области на чемпионате по Волжье. За наградами летали три экипажа ЦСКА. Программа соревнований включала в себя основные дисциплины. Навигация, полет на точность, слалом, развозка грузов, многоборье и командные соревнования. Наравне с мужчинами удачно выступил и женский экипаж Елена Прокофьева и Диана Риязова. У них третье место в развозке грузов и второе в командных соревнованиях. Серебряную медаль чемпионата Европы по армрестлингу привез из Бухареста, Румынии Иван Матюшенко. Армия из финала проиграл болгарину Красимеру Кастадинову. Бронзовая медаль досталась грузину Рачо Гахария. Самарский десятикратный чемпион мира по армрестлингу результатом остался недоволен. Причину поражения Матюшенко объяснил отсутствием тренера. Самарский дзюдоист в супертяжелом весе выиграл Кубок Европы. В Мадриде и Испании Тагер Хайбулаев трижды выходил на татами, одолев соперников из Испании, Великобритании и Франции. В итоге получил путевку на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Согласно списку рейтинговых очков, опубликованных Международной Федерацией дзюдо. Кроме самарского спортсмена, на Олимпиаду претендует и чеченский дзюдоист Адлан Бесултанов. Кто из них поедет в Рио, решит тренерский штаб сборной. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»